здравствуйте господа здравствуйте дамы всем привет вот это видео снимаем по просьбе подписчиков показать как устроены клеточные батареи значит вот у меня они очень древние конструкция это древняя сейчас выпускает промышленность более совершенные модели но кто не хочет покупать оборудование хочет сделать это сам ради бога пожалуйста значит смотрите на две клетки 90 на девяносто на девяносто то есть вот этот полик вот этот полик его размер 90 на 90 значит высота клетки высота клетки 30 сантиметров 30 сантиметров расстояние между поликом и поддоном 20 сантиметров то есть вот это 50 50 следовательно высота метр пятьдесят семь плюс еще 25 сантиметров от полки метр пятьдесят семь плюс 25 от пола метр восемьдесят вот высота всей этой трехъярусной батареи метр восемьдесят значит здесь просто с одной стороны там где находятся хорбушки горбушки закреплены вот на таких кронштейнах вот они имеют вот такой профиль борт имеют то есть вот этот борт вот этот борт это для того чтобы птица не выбрасывала корм значит дверка как устроена дверка вот значит что сейчас вот эта дверка для цыпленка то есть имеется вот такой вот типа замка перемещается она двойная то есть вот таким вот методом то есть по по мере подрастания птицы на на ячейка делается шире начинается с того что вот они имеют деление вот это вот самый маленький цыпленок вот сейчас я выставил вот эту дверку для посадки самого маленького цыпленка то есть вот она вот этой шторки вот эта шторка она двигается ну как бы у меня здесь уже часть пришло в негодность пришлось заменять значит то есть вот для чего нужна эта шторка то есть опустив ее вот так я отрегулировал вот эту ячейку подсуточного цыпленка то есть вот если посмотреть отсюда вот сейчас вот клеточка подсуточного цыпленка вот сюда голову просунул покушал значит по мере подрастания цыпленка вот эта шторочка подымается вот эта вторая вот она вы видите она выставлена это для того чтобы суточный чуть подрощенный цыпленок не перелазил через эту шторку не выскакивал сюда что вот я отрегулировал вот так вот это все дело посадил суточного далее цыпленок подрастает я шторку подымаю сначала подымаю шторку то есть даю ему возможность высоту выдвинуть голову дальше и брать из кормушки дальше после того когда уже голова у цыпленка не проходит вот в это отверстие то есть я начинаю расширять то есть делаю расширение вот таким вот образом и одновременно поднимаю то есть по мере подрастания все это регулируется по мере подрастания все это регулируется навоз у меня удаляется вручную ну есть как бы можно конечно все это механизировать но мне это не нужно вот для этого все возможности тут есть для того чтобы это все механизировать ты убираешь просто тяпкой да просто тяпкой убираю вот таким скриптом все это сгребается в тачку и все периодически раз в две недели ну смотря какой цыпленок сидит раз в неделю главное чтобы навоз был не жидкий и все это не текло хотя такие случаи бывали при кормлении заводскими комбикармами своим комбикармом кормлю такого не происходит чтобы навоз был жидкий и тек по поддону паение система паения ну вот у меня она сделана от бочки емкость заполняется и узнаем по трубам ниппельное паение когда садится суточный цыпленок значит ставится баночка вот сейчас видите выстилены пеленки пеленки применяю вот этот не тканый материал агроспан он называется вот вот они выстилаются цыпленок суточный сидит на пеленке трое суток паение баночка паилка выставляется для суточного цыпленка сейчас покажу вот такая вот паилочка сюда баночка любая может быть пол литровая литровая трех литровая какая угодно и паилочка всегда ставится вот сюда за пеленку не на пеленку а за пеленку суточный цыпленок имеет такую тенденцию выплюхивать воду из паилки чтобы он этого не мочил пеленку и не сидел в сырости вот она ставится за пеленку значит цыпленку который выращивается на продажу баночку выставляю двое-трое суток цыпленку который выращивается на родительское стадо баночку выставляю на одни сутки по какой причине чтобы убрать более слабого цыпленка слабый цыпленок на паилке на капельные идет на вторые и третьи сутки точнее на третьи сутки а цыпленок сильный уже практически к концу первых суток идет на капельное паение сам то есть вот сюда для этого для этого даже баночка когда выставлена система заполнена аккуратненько чем-нибудь нажимаю вот здесь вот нипелек и заполняю вот эту чашечку водой когда там заканчивается или наиболее шустрый цыпленок он находит это и показывает значит с этой стороны дверки закреплены прямо к полу ну это я сам делал в принципе на стандартных клетках они также на фартуке лежат по полу и дверки тоже также зацепляются со мной здесь я переделал потому что мне это не нужно закрепил просто ее к полу и вот на вот этой проволоке все это сейчас делается просто то повеси выдерживает вес птицы порядочно более удобно удалять навоз ну система паения собрана из стандартной разрезанной системы соединена впоследствии трубы 25 значит у меня здесь получается в одной вот этой батарее 18 клеток 18 клеток значит 18 и 18 36 клеток в 36 клеток я сюда могу посадить суточного цыпленка где-то до 2,5-3 тысяч гг это на короткое время на короткое время вообще по нормальным всем раскладам на вот эту одну клеточку суточного цыпленка садится 60 голов значит потом делится пополам это должно делиться на 3-4 сутки пополам то есть по 30 раскидывается и по истечении полутора недель цыпленок должен быть если вы садите на такую клетку его на выращивание по истечении полутора недель цыпленок должен быть раскидан по 20 голов на клетку то есть 60 суточного на одну затем по 30 и потом из каждой еще по 10 на нижний ярус то есть остается по 20 36 клеток 720 голов это при тех нормах каких положено но по опыту по опыту он выращивал и полторы тысячи голов это нормально то есть в два раза превышал но опять же до определенного возраста то есть цыпленок постепенно продавался клетки освобождались и он размещался уже по свободным клеткам то есть по мере продажи цыпленка ему становилось больше места себе же на маточное поголовье высаживаю сюда тысячу тысячу до двух месяцев иногда тысячу двести опять же до двух месяцев два месяца все эта птица пошла на пол максимум а то бывает и раньше почему потому что скученность ни к чему хорошему не ведет большая скученность значит предусмотрено то есть обогрев чем обогревается тоже задают вопросы чем вы обогреваете вот она горелка стоит газовая значит работает она от пропанового баллона значит соединяем все это шлангом баллон в помещении здесь не находится он находится за помещением в таком месте где исключены возможность попадания каких-то искр его нагрева и прочее то есть соблюдением элементарных правил техники безопасности это однозначно все значит это вот так обогревается помещение мало одной горелки добавляем вторую значит помещение как видите вот сейчас уплотнен да в тепло но при работе таких горелок собирается угарный газ потому так чтобы совсем щелей не было в помещении этого допускать нельзя должен попадать свежий воздух в любом случае иначе попросту ваша птица угорит термометры для контроля температуры вот в этом сейчас сейчас вот 15 градусов значит в системе упаяния предусмотрена система слива то есть краны вставленные для того чтобы промывать ее можно было вот они стоят краны систему можно всегда промыть даже в процессе выращивания свежий воздух откуда поступает свежий воздух поступает через различные неплотности ну и есть также вентиляционные отверстия но пока ними пользуется редко потому что хватает то есть своего рода такой большой бруда в котором сам могу перемещаться значит освещение по освещению что могу сказать вот значит были плафоны заменены вот тупо на светодиодную лампу обклеил ее красным скотчем значит вот это освещение сейчас получается рабочее то есть тогда когда работаем здесь в корпусе птицы с пермления паения чистка посадка пересадка высадка значит вот так делаем раз вот это освещение при котором птица находится в корпусе то есть красное получается что что при таком освещении даже при большом скученности при большой как бы при какой-то скученности по голове птичьего исключена возможность расклера птица то есть вот это освещение включается только когда нужно работать в корпусе вот зашел поработал и это освещение выключить оставил вот это что есть такая приспособность вот когда скажем нужно наловить суточного цыпленка вот клетка вот эта 90х90 она не очень удобна в том что не дотянешься рукой до края таким приспособлением цыплят подтянул и в пойму значит это опять же до недели до полутора недель такого приспособления потом они перепрыгивают потом они через него перепрыгивают ну как бы ловить можно но еще уже затруднете далее вот такие приспособления опять же не мое изобретение на всех птицефабриках используется крючка то есть ловится за лапку подхватил подтянул ну крючок как бы вот несколько здесь то есть под крупную птицу под более мелкого цыпленка соответственно лапки делается крючок а ну корпус так же имеет что имеет вот такую яму тогда все это демонфицируется все стекает сюда и уходит ну вот собственно говоря и все до свидания подписывайтесь на канал ставьте лайки без лайки пишите комментарии